Выживание космонавтов зимой в лесу. Казалось бы, зачем? Ведь баллистики достаточно точно рассчитывают место приземления спускаемого аппарата. Да и проблем с тем, чтобы быстро обнаружить капсулу с космонавтами, тоже нет. Однако все, кому предстоит покорить космос на российском корабле «Союз», должны выживать в этих условиях. Это словно проверка на профпригодность выживания в экипаже зимой в лесу. Мороз минус 20. Вокруг заснеженный лес и никаких привычных удобств. С собой лишь носимый аварийный запас и то, что есть в спускаемом аппарате. Задача – продержаться двое суток. Экипаж проверяется на взаимодействие и совместимость. Взаимовочка – это главная идея работы в экипажах. Один за всех и все за одного. Впервые это случилось на заре космической эпохи. Тогда, в 1965 году, Павел Беляев и Алексей Леонов, экипаж корабля «Восход-2», приземлился в нерасчетной точке – в глухой Пермской тайге. У нас ведь это пошло с момента полета Алексея Леонова. Алексей Архипович тогда приземлился в труднодоступное вот такое же лесисто-болотистый место в тезиний период. Естественно, у них не было опыта еще тогда, как выживать. И они самостоятельно там принимали решение, но им пришлось ночевать, пока спасатели до них добрались. Беляева и Леонова нашли лишь на третьи сутки. Поэтому сегодня программа тренировок исходит из самой критической ситуации, когда спасение экипажа целиком зависит от космонавтов и умения выживать в любых условиях. Привить навыки и умения экипажу в плане обеспечения себе условий для выживания. То есть, в случае, если спускаемый аппарат приземлился где-то в лесу, в тайге, по какой-то там нештатной ситуации, баллистической траектории, экипаж должен самостоятельно покинуть спускаемый аппарат, самостоятельно применить специальную защитную одежду зимнюю и обеспечить себе комфортные условия выживания. То есть, найти себе и пропитание, найти себе лесоматериалы, вырезать подручными средствами вот такие вот накидки, ну и выживать. Главное при таких тренировках не просто продержаться, а выполнить всю циклограмму с конкретным набором задач. Вначале построить односкатное укрытие, чтобы спрятаться от ветра и переночевать. Соорудить сигнальный костер, заготовить дрова. Ведь при низких температурах в лесу можно выжить лишь рядом с огнем. Потом сменить одно укрытие на другое. Из подсобных материалов построить по всем правилам своеобразный гигвам. Расчистить площадку от снега до самой земли. А сугробы в этом году почти по пояс. Будет таять, будет вода. Будет вода, будет сыр. Будет сыр, будет холодно. Уберем снег, растопим огонь, подогреем землю. Сверху насыпем лапника. Потом положим парашюты на лапнику. Медицинские накидки. Будет от земли тепло и нам комфортно. Космонавт Александр Самокутяев выживальщик со стажем. В зимнем лесу уже в четвертый раз. Причем в обществе дам. Перед своим первым полетом проходил тренировку с американкой Эстер Дайсон. Сейчас с Леной Серовой. Говорит, со своими легче. Наша женщина и в работе не уступит. И даст возможность мужчинам себя проявить. Да и шутки понимает. Лена боец такой же, как и мы. Только красивая. Елена Серова. Единственная российская женщина, которая имеет статус космонавта. Надо признать, в отряде ей нелегко. Мужчины диктуют свой ритм работы. Требования жесткие и физические, и психологические. Конечно, в отряде нет гендерных различий. Однако против природы не попрешь. Вот маникюр, прическа и макияж. Ведь Лена еще мама, жена, хозяйка дома. Поэтому прежде, чем уйти на три дня в лес, позаботилась о родных. Навела порядок и приготовила еду. На три дня. Я теперь спокойна, что у меня все накормлено, все убрано. То есть у меня может оставаться некоторое время в самостоятельном режиме работать. Инструкторы и психологи наблюдают за происходящим, не вмешиваясь. Дают возможность экипажу проявить себя. Выводы будут потом, ведь от них зависит и перспектива космонавтов на полет. Какие-то гендерные особенности данная тренировка должна стирать. Но женщина всегда остается женщиной и всегда находятся возможности у членов экипажа мужчин за ней поухаживать, каким-то образом ей помочь, каким-то образом оградить ее от каких-то сложностей физических. Внутри Вигвама тепло, даже уютно. Ночью дежурство по очереди, как дневальный в армии рядом с тумбочкой. Вот здесь вот эта тумбочка дежурного. Вот это. Дежурный на ней сидел. Каждый час сообщение подавал о том, что терпит бедствие. А два члена экипажа отдыхали. Он за ними следил, чтобы на них искренне попадали. Огонь поддерживал, чтобы тепло было, чтобы задумленности никакой не было. По четыре часа сна на каждого. Американский астронавт Барри Уилмор к трудностям привык. Летчик-испытатель. В отряде астронавтов с начала двухтысячных. Уже работал в космосе, но на Российском Союзе еще не летал. Вот и в суровых русских лесах выживает впервые. Я в лесу, и здесь очень холодно. С этим ничего не поделаешь. Только закутаться в теплую одежду со всех сторон и выживать. Это фантастика. Хорошо вас слышим, разжигаем костер. Новая водная. На исходе вторых суток поисковики заметили экипаж. Космонавты разводят сигнальный костер, но если его не видно, в ход идет сигнальный патрон ночного действия. Нашли. Однако подлететь не могут. Такое было в далеком 65-м в реальности. А значит, еще одна ночевка. Утром выдвигаться к пригодной для эвакуации площадке. Вот в этом, достаточно просторном, теплом и уютном убежище провели космонавты двое суток. А на третье, на утро, когда их нашла поисково-спасательная служба, отправились навстречу к вертолету. Материки, три человека ушли в северо-восточном направлении на тысячу метров. Навстречу поисково-спасательной службе. И обозначили себя экипаж из трех человек, двое мужчин и женщина Елена Серова. Уже на пути к спасению новая беда. Один из космонавтов получает травму. Слава богу, условную. Во время передвижения один из членов экипажа получил серьезную травму. Перелом шейки бедра. Как вы так не оберегли своего члена экипажа? Несколько минут и пострадавшая Елена уже на специальных волокушах. Ей оказана медицинская помощь. Экипаж продолжает движение через чащу. На прошлой тренировке Лена тащила раненого командира. Сегодня ей выпал черед быть пострадавшей. Видно, дается это с трудом. По натуре деятельному человеку сложно быть в такой ситуации. Но это и психологическая задачка – возможность проявить себя другим. Именно этим составом экипаж отправится в космос в следующем году. В команде космического корабля «Союз ТМА-14М» на орбиту отправится четвертая российская женщина-космонавт – Елена Серова. И нынешние зимние выживания – доказательства. Экипаж к полету готов. И в космосе работа будет такой же слаженной, как и на Земле. Ваше обозначение наблюдаю, дым вижу.